Охота за биометрическими паспортами. Прошла всего неделя, как Европарламент проголосовал за предоставление Украине без виза и возле миграционных служб толпы людей. С чем связан этот ажиотаж? С без визом или с предстоящими отпусками? Разбирались наши корреспонденты. Спальный район Одессы. Ворота в Европу открываются в 9. У миграционной службы уже полсотни человек. Наталья заняла очередь еще в 5 утра. Ну что, попасть? Вчера вот было 6 человек, прошло 7 уже не прошел. Не проходят и вынуждены возвращаться вновь, потому что количество талонов на регистрацию биометрических загранпаспортов ограничено. Причем каждый день эта цифра варьируется. Свободных мест может быть 10, а может и 30. Выдают талоны только с утра, потом на определенное количество мест. Дальше говорят, что мест больше свободных нет. При этом, утверждают очередники, довольно часто граждане берут талоны не только для себя, но сразу и для своих родственников. То есть каждый берет по несколько талончиков. Вот мы здесь считали, есть случаи, где 6 необходимые. То есть даже так. Неудивительно, что в условиях такой конкуренции возникают скандалы и даже доходит до потасовок. На днях в этом же отделении миграционной службы подрались двое пенсионеров из-за разных списков очередности. Один из них так активно расталкивал толпу, что едва не ударил беременную женщину. В самой службе, между тем, ажиотажа из-за открывшейся для украинцев перспективы без виза пока не ощущают. Несколько талонов на руки, говорят, выдают только родителям для несовершеннолетних детей. А вот как объясняют дефицит этих самых талонов. Мест нам выделяют не всегда одинаковое количество, скажем так. Распределяют электронную очередь Киев. Все места, которые образовываются на утро следующего дня, мы всегда людей принимаем. А это уже черновцы. Большие очереди в миграционную службу здесь объясняют приближением сезона отпусков. Но никак не без виза. Например, в этом отделении очередь обычно из полусотни человек. Сейчас в два раза больше. Сейчас бывает и 100, и немного больше. 110, и 120. То есть это существенное увеличение количества людей. Но наши работники справляются с этим навантажением и пытаются работать, что называется, до последнего отреждача. Напомню, после получения гражданами талона на регистрацию биометрического загранпаспорта, сам документ ведомство выдает спустя примерно два месяца. Что же касается регистрации онлайн на сайте миграционной службы, то, учитывая особенности распределения квот в системе, сотрудники советуют подавать электронную заявку сразу после полуночи. Именно в ноль часов открываются новые окна для регистрации. Андрей Анастасов, Ольга Поломарюк, Игорь Михоношин, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер.